Дорогие друзья, здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Светлана. И сегодня о красивом, приятном, любимом, о парфюмерии. Я хотела бы предложить вам сейчас посмотреть несколько моих парфюмах, которые я очень люблю, и обратиться к своему парфюмерному шкафу и обязательно найти, наверняка найти, один из таких флаконов. Давайте посмотрим. Я сначала хотела их классифицировать. Цветочные, такие как вот Фубур 24, Амаридж, где у нас Амаридж? Вот Амаридж. После Амаридж Чарути. Вот он у нас, Чарути. Флауэр Байкинзо. Это вот известный флакон с маками. Дальше идёт по годам Ван Клифф Энд Арпель. Затем идёт Фиджи. Ой, простите, Фиджи должен быть первым. И где-то он у меня, малюсенький флакончик, есть. Вот он. Но мы будем с вами более последовательны. И я буду уже показывать каждый из флаконов. Совсем не обязательно это будут цветочные или цветочно-восточные. Или фруктово-цветочные. Или шипровые. Давайте разбираться, что, почему я собрала вот эту маленькую коллекцию для презентации. Я прошу прощения, у меня что-то с голосом традиционно в очередной раз. Но вот среди этих флаконов вы обязательно найдёте, что есть у вас. Итак, я убираю сейчас флаконы. И мы будем рассматривать каждый из них в отдельности. И знаете почему? Не только потому, что у каждой из вас найдётся обязательно такой флакон. Потому что это произведения искусства, о которых многие, возможно, даже не догадывались, что вы имеете такое богатство в своей коллекции. Почему говорю богатство? Потому что все эти флаконы созданы величайшим дизайнером Сержем Монсо. Величайший скульптор, величайший дизайнер флаконов, который сотворил более трёх сотен флаконов для очень многих компаний. Итак, первый флакон, который он создал, это был флакон Фиджи. И наверняка каждый из вас помнит, что духи Фиджи были в таком горизонтальном расположении с перевязочкой. Но у меня вот только такая миниатюрка Фиджи. Но принцип того флакона сохранён. Вот как я вам уже сказала, что вот есть центральная часть, которая для перевязочки служила. Итак, это был первый флакон, созданный им в 1966 году. А в 1971 году он создал многими любимый сяким от Ланком флакон. Ну, к сожалению, у меня парфюма уже давно нет, но флакон сохранился, чему я очень рада. В 1978 году он создаёт Жозе, но не конкретно этот, а помните, так называемый флакон с наполеоновской шляпой. Вот это Серж Монсо. Давайте расскажу о нём. Он родился в 1930 году, 18 июня. И вот 18 июня, то есть через три дня, ему исполнилось бы 94 года. Но, к сожалению, в 2019 году он скончался, и на этом закончились его творения. Итак, после сяким у него был известнейший и любимый многими Диоросанс. Диоросанс духи были у меня вот в таком флаконе, а впоследствии я приобрела не один уже, и многие, кто со мной знают, это любимый мой парфюм Диоросанс в туалетной воде. Итак, Серж Монсо говорил, флаконы – это своего рода актёры, которые способны сыграть уникальную историю аромата, а дизайнер – это режиссёр пьесы, текстом которой являются духи. Это действительно так, и, конечно, многие из нас приобретают парфюмы часто очень из-за того, что очень красивый флакон. И как хорошо, что содержимое совпадает с формой. Итак, после Диоросанс в 1983 году Серж Монсо создаёт шикарнейший, на мой взгляд, флакон «Балай» от Леонардо. Это его изюминка – создавать флаконы в виде камня. И вот в данном случае потрясающий абсолютно парфюм. В прошлом году я сделала историческое вскрытие. Этот флакон простоял у меня неоткрытым 18 лет. Но вот благодаря тому, что я открыла канал и решила презентовать его, вот он у меня в коллекции имеется. 1989 год и величайшее творение – Кассендбо. Многие знают этот парфюм от Кензо, также Кензо от Кензо в таком же флаконе. И Пьер Брок, представитель Кензо, рассказывает, что флакон Кензо Кассендбо появился случайно во время визита Кензо-таката в мастерскую дизайнера. Среди заготовок и материалов Кензо нашёл камешек, на котором Мансо тут же с помощью жевательной резинки прикрепил пластиковые цветы. И, ну, это действительно величайшее творение, потрясающее. Только из одного флакона даже можно это купить. Слава Богу, я знакома из Кензо от Кензо, который я приобретала в 1992 году. И вот Кассендбо у меня уже третий, наверное, флакон удивительный абсолютно. После Кассендбо он создаёт Амориш. Амориш очень многим нравится. И должна сказать, что достаточно часто этот парфюм приобретают дамы, которые вообще предпочитают свежие ароматы, легкие ароматы, акватические. Ну, Амориш поражает всех. И, безусловно, флакон соответствует внутреннему содержанию. Это очень потрясающий абсолютно парфюм. У многих из вас, я уверена, он в коллекции есть. Следующий, 1992 год. И он создаёт флакон для Джо Армани. Кстати, часто очень мы называли этот парфюм «Джио». Хотя правильно произносить «Джо», потому что «Джорджио Армани», а «Джо» сокращённо от его имени. С этим парфюмом у меня связана своя история. Он мне очень нравится. И сын, заканчивая школу, говорил, «Мамуль, я когда пойду работать, обязательно куплю тебе французские духи». И вы не поверите, он мне принёс, правда, миниатюрку, но именно Джо от Армани. Это так трогательно, приятно. Ну, а в 1993 году он создаёт Серж Монсо, конечно. Потрясающий, не знаю, выдержит ли. Да. Потрясающий флакон для Ван Клифф, Энтарпель. И, ну, здесь парфюм просто нереальный. Он очень красивый, он очень добротный. И, ну, флакон, да, просто произведение искусства по-другому не скажешь. И, конечно, к этому парфюму был приобретён и дезодорант, и дезодорант, флакон для дезодоранта. Он как бы не уступает по своей красоте и самому парфюму. Что-то у меня центр тяжести сместился. Итак, 95-й год. И величайшее творение, на мой взгляд, это «Фубур-24». Это сказочный абсолютно флакон, металлический. Внутри вкладыш есть, он заменяемый, дивный абсолютно флакон. И что я хочу сказать. В последнее время, что мы видим из флаконов вот такого уровня, очень мало. На самом деле, именно в люксе, в классике, вот такие красивые флаконы. Хочу сказать, что кроме металлического, есть, конечно, и вариант в стекле. Тоже очень красивый, но вот тяжёлый, даже не поворачивается что-то он у меня. Но красотулька. Обожаю. Обожаю «Фубур-24». И посмотрите, роспись такая, гравированная. Очень красивый, конечно, Серж Мансо. Гений флаконов. Ну и даже вот так. К этому парфюму есть дезодорант в пластиковом флаконе. Но тоже хорош. 1995 год. И это Чарутти 1981. Нежнейший, приятный, очень оригинальный флакон. С гравировкой. Красота. Обожаю матовое стекло во флаконах. И вот здесь нежно-розовое, красивое очень стекло. И крышка тоже в таких тонах. В общем, красота. В 2000-е, 2000-е, простите, год. И появляется известный, покажу вот так, флакон, кинзо, флауэр от кинзо. Про этот изогнутый флакон, кинзо-бай-кинзо, флауэр, напоминает стебель бамбука и красный мак внутри. Но причём, обратите внимание, во флаконах разного объёма цветок мака выглядит по-разному. В одном объёме он имеет свой возраст, как только распускающийся бутон. Во втором он пышно цветёт. А в третьем увядает вот такой необыкновенной красоты флакон. Для меня вообще этот парфюм стал открытием. И у меня в ближайшие дни будет обзор на этот парфюм, поскольку я с ним была знакома, наверное, в 2001 году. И он мне не понравился абсолютно. А теперь я в него влюбилась. Также в 2000 году появился флакон для парфюма от Кутюр Живанши. Многие знают этот парфюм. Силуэт дамы на матовом стекле. В общем, вот такая красота. И 2003 год. Нарцисс Родригес для неё. Многие любят этот парфюм. И я знаю, что до сих пор он пользуется популярностью. Это мускусно-цветочный парфюм. Очень приятный, так скажем. Ещё хотел бы сказать, что... Но у меня, к сожалению, нет этих флаконов. У многих есть, наверняка, и парфюм у меня был. Это Дольче Вита. Такой с гранями, переливающийся шар. Дольче Вита от Диора. И нет у меня органзы. Я говорила о том, что очень сожалею, что в своё время не приобрела. Также ему принадлежат «Ангел и демон» от Джованши, «Плей» от Джованши, от «Герлен Инсаленс», от «Эрмес Мервелис» и от «Валентина Вендетте». Кроме того, именно Серж Мансо создал флаконы для парфюмов, которые были заказаны для супругов Игоря и Ольги Крутых. Вот такой потрясающий, гениальный дизайнер вошёл в мою коллекцию парфюмов, флаконов. Я, безусловно, счастлива, что обладаю таким богатством. Я буду очень ждать ваших комментариев, в которых вы наверняка напишите, что из этих парфюмов, этих флаконов имеются у вас, как вы к этому относитесь. Спасибо вам большое, что вы были со мной. Единственное, что я хотела бы сказать, что те парфюмы, которые я показала вам, они, безусловно, имеют своих родителей, своих парфюмеров. Итак, Фубур-24, Доминик Рапьён, я его поставлю вот так, Амаридж, Амариш, правильно говорить, да, Доминик Рапьён, простите, видимо, я не дописала что-то, Чарути, Клэр Тхайн, Флауру Байкинзо, это Альберто Морес, Ван Клифф, Паскаль Жиро, Фиджи, Жосефин Катапана, известнейшая, от Кутюр, Альберто Морес, Кассендбо, Франсуа Карон, Балай Дан Мольер, Жоузе Макс Гавари, Джо Карон, Франсуа Закарон, Секим Роберт Ганон, Диоро Санс, шикарный, великолепный, великий Геро Берр, и Родригес Кюркджан, и Кристин Нажель. Вот такие знаменитые имена, вошедшие в историю парфюмерии, у меня в коллекции. Я желаю всем здоровья, мира, покоя и радости, несмотря ни на что. С уважением, Ваша Светлана. Пока-пока, до новой встречи, с обзором очередного аромата.